Мемориал в завокзальном районе. Сюда люди приходят не только поклониться подвигу павших воинов. Это место уже давно облюбовали собаководы. Маленькие, большие, породистые и нет. Здесь выгуливают разных собак. И почти все хозяева четвероногих нарушают закон Краснодарского края о содержании домашних животных. Первое – эта территория не место для прогулок с собакой. Второе – зачастую даже крупных животных бойцовских пород выгуливают без поводка одномордника, что категорически запрещено, поскольку может быть опасным. Ну и третье – убирать за своими питомцами почему-то никто не спешит. Елена Савинцева не просто любитель домашних животных. Работа с собаками – это ее профессия. Можно, конечно, это делать лопаткой, совочком. Можно в перчатках, если удобно. Отправляясь на прогулку, помимо поводка и намордника, Елена обязательно берет с собой пакеты перчатки. Убирать за своим питомцем – обязанность каждого, считает кинолог. Но зачастую люди, заводя собаку, попросту забывают об ответственности за ее содержание. Собаки счастливы, когда с ними занимаются. Это не просто прогулка, когда человек идет, щелкает семечки или курит, а собака впереди него бежит и занимается своими делами. Все-таки с собаками нужно заниматься активно. Проблема цивилизованного выгула собак стала одной из тем планерного совещания при главе города, которое прошло накануне. Анатолий Пахомов отметил, выгуливать четвероногих друзей в Сочи их хозяева обязаны по правилам, принятым во всем мире, и должны нести личную ответственность за неудобства, причиняемые окружающим. В городское собрание обращается очень много жителей по вопросу содержания домашних животных. И жители требуют, чтобы были приведены правила в соответствие. В настоящее время группа депутатов работает над дополнением правила благоустройства и санитарного содержания города-курорта Сочи. Правила благоустройства будут определять порядок содержания этих животных и применение административных штрафов. Эти правила будут утверждены на одной из ближайших сессий городского собрания. За их соблюдением будет следить и полиция. В ходе осуществления патрулирования в общественных местах, в местах отдыха людей, сотрудники полиции будут обращать внимание на нарушения санитарных норм, будут составляться материалы и в дальнейшем передаваться для принятия решения в органы местного самоуправления. Но не только протоколы и крупные штрафы должны заставить хозяев четвероногих выгуливать своих питомцев цивилизованно. Прежде всего необходимо изменить ментальность и отношение к сочинцам, своим же соседям и к городу, который известен сегодня всему миру.